Виктор, поясните следующий момент, существуют ли черные дыры, потухшие звезды. Согласно вашей версии, и для потухших звезд тоже нет. Логистически напрашивается вывод, что потухшие звезды явно существуют. Принцип термоядинного синтеза подразумевает конец жизни звезды. Далее напрашивается более простой вариант, чем черная дыра. Это просто потухшая, сколлапсировавшая звезда, не спускающая фотонов, фиксируемая нами спектр, возможно достаточно массивная, чтобы не спускать вообще ничего. Но эти Эйнштейновские усложнения в виде горизонта событий и прочей теории вызывают отторжение. По поводу столкновения галактик, МХО, если газ, из которого зародилась определенная галактика, изначально двигался в каком-то направлении, то есть формировавшаяся галактика продолжает двигаться в этом направлении. Логически в вакууме ей ничего не должно помешать. Соответственно, она может столкнуться с другой галактикой, попавшейся ей на пути. Тут приталкивание, отталкивание просто не решает. Уважаемый Александр, вы понимаете, что вот все ваши представления, они не имеют достоверного статуса. Грубо говоря, несчастные интеллектуально подавленные бедолажки, находясь вниз-ознанки, накорябали много куч версий о строении Вселенной. Все они слабоумны. Вот все, без исключения, космологическая версия слабоумны. Вот полностью все знания человечества о космосе, они слабоумны. Вот есть фактические знания, они достоверные. Мы видели, да, вот там мы видим космическое тело, да, через линзу мы там увидели, да, через телескопик. Это вот достоверно. А вот все остальное, как это движется, почему, с какого большого взрыва оно выпукнулось, это все недостоверный контент. Поэтому, когда вы говорите, ну вот просто любую какую-то, вот на вскидку, если газ, из которого зародилась определенная галактика, изначально двигался в каком-то направлении, вот чтобы ваш газ изначально откуда-то взялся, откуда-то двигался, нет таких физических условий. Вот вероятность такого стремится к нулю, чтобы газ двигался в каком-то направлении. А у вас это реальность, вы ее воспринимаете как часть модели, да, какой-то. Ну, представьте, фантастическая вселенная, это вот дурачки нам придумали, там может быть что угодно, но это не имеет отношения к науке. И реальная вселенная. Реальная вселенная, она может быть только одна, в одной версии, да, бесконечное пространство, равномерно заполнено материи на макроуровне. Все. И частная неравномерность в виде там галактик, скопления там звезд и так далее. Только так может. В этом варианте, как может взяться облако газа, которое куда-то движется, да, вот у вас есть объективно силовой расчет, который показывает, вот есть взвесь галактик, да, как вот в рамках взвеси галактик может образоваться какой-то газ. Никак. Чтобы он образовался, у вас должна одна звезда испариться, другая звезда испарится, все в газ превратится. Как это произойдет? Да никак. Если это не газ, не называйте газом. Вот две звезды одновременно испарились без силового фактора, как это может быть? Вероятность. Одна звезда, никакая вероятность, да, что она взяла, пукнулась, испарилась, в газ превратилась. Вторая звезда одновременно, нет такой вероятности. Это стремится к нулю дважды, да? Три звезды, четыре миллиард звезд. Это стремится вообще, это ноль вероятности, это невозможный процесс. Дальше, это вот у вас тогда обновиться здесь что-то должно. Это нет даже микровероятности того, что это может происходить. Поэтому вот ваш этот вот хороший пост, основанный на недостоверной информации, на недостоверных представлениях, но он интеллектуально несостоятельную информацию несет. Тут без вариантов. В вакууме ничего не должно помешать. Галактика, сформировавшаяся из пыли, движется. В вакууме ничего не должно помешать. Но мы же не в вакууме живем, мы живем в равномерной взвесе. Галактик, да? В ковре галактик живем в таком. В взвесе галактик. И здесь уже без вариантов силовое взаимодействие. Чтобы вам ничего не мешало, вы должны быть каким-то маленьким телом, которое движется в ковре материи. Вам ничего не мешает. А если вы сами создаете силы в этом ковре, сопоставимые со всеми остальными объектами, то вы уже никуда не движетесь. Вы приехали. Вы отталкиваетесь. По версии приталкивания, да? От других объектов. Либо по версии притяжения вы слопаетесь. Вот как замечательные магнитики эти визуализируют эту всю ситуацию. Поэтому только силовая вселенная. Надо брать реальных звездочетов, реальных астрономов. Погружать их в матчасть, в достоверный контент. Показать, где недостоверный. Пусть они формируют достоверную картину космоса. Проводят полный аудит. Что из этого, нарубленного предшественниками, является достоверным? Что является фантазиями невозможными? Что откровенным бредом? Это надо публиковать, показывать. Константин Крес. Бобер лает, трибунал идет. Хорошо сказал. Бобер лает, трибунал идет. Бобер лает, трибунал идет. Да. Бобер лает, трибунал идет. Ученые обнаружили черную дыру, масса которой превышает массу Солнца 33 миллиарда раз. Это самый максимальный объект такого рода известной науки. В нее могут войти шесть солнечных систем с их облаками Орта, которые во много раз превышают размеры солнечных систем. Вы знаете, как я это считаю? Я даже не запоминаю сразу же, насколько миллиардов раз она больше массы Солнца. Вот по барабану. Когда вы сто процентов читаете бред, вам не важно, какие цифры сопровождают этот бред. Масса, которая превышает массу Солнца в 33 миллиарда раз. Это вот правда, это вот честный бред. Ученые ничего не обнаружили, никаких, они не могут это обнаружить. Никаких черных дыр нет, технически невозможно их обнаружить. Никаких искривлений пространства нет. Это вот все. Но эти новости будут постоянно попадать в наше информационное поле. Люди, которые с нами, они просто делятся на две категории. Одни поверили, что черных дыр нет. Одни знают, что черных нет, дыр нет. Вот люди, которые поняли, почему нет искривления пространства, они сто процентов знают, что черных дыр нет. И никакой идиот им не втрет в мозг черную дыру, ее факт существования. Кто им будет рассказывать про черную дыру, 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 про черную дыру, ребята, которые понимают, что нет искривления пространства, они этого человека будут сразу считать дурачок. К нам пришел дурачок, он нам рассказывает про черную дыру. Но вот это вот реальный статус этих вот рассказчиков. Люди, которые верят в черные дыры, это дурачки. Они верующие в черные дырочки. Идиоты. Современная форма слабоумия, вызванная влиянием цивилизации на мышление индивидуумов. Следствие лженауки, следствие влияния лженауки, поглотившей цивилизацию, следствие этого влияния на мышление индивидуумов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok